Бисмиллахи руахмани руахим Альхамду лиллахи роббил алямин Вассалату ассаламу аля расулихи мухаммадин Ва аля алихи ва асхаби и аджмай Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату Уважаемые братья и сестры Сегодня мы решили сделать третью часть о биографии имама Тахави рахматуллахи алейкум На прошлом уроке во второй части Мы говорили, разговаривали о произведениях имама Тахави Знакомили с его писаниями, книгами в области фикха В области акиды И также мы говорили, что во время жизни имама Тахави Рахматуллахи и после смерти Были смуты, появились те течения Те люди, секты Которые начали говорить о писаниях имама Тахави Они говорили, что ионные писания очень слабые И те хадисы, которые он приводит Они тоже В них нет никакой основы Вкратце, они оскорняли труд имама Тахави рахматуллахи И в этот момент многие ученые высказали свое мнение Дали им ответ И мы взяли мнение имама Бадруддин аль-Айни Который сравнил Взял произведение имама Тахави Одно произведение, которое он написал Книгу по хадисам Это та книга, в которой приводятся хадисы Достоверные с передатчиками Ат-Сахав, Ат-Таби'и И имам Бадруддин аль-Айни сравнил эту книгу С большими сборниками хадиса Тирмизи, Муслим, Насаи, Абу-Дауд и так далее И имам Бадруддин аль-Айни Здесь показал Те аспекты имама Тахави И он сказал, что те аспекты Которые по знаниям По науке Опережают книги По хадисам имама Тирмизи, Муслим, Бухари Имама Дауда, Насаи И имам Бадруддин аль-Айни Он сказал, что Именно хадисы имама Тахави Его на сборнике Они лучшие Чем они лучшие? Тем, что В каждом хадисе Имам Тахави Приводит хукмы И дает нам хадис полностью Со смыслом Также Там имам Тахави отмечает Какой отмененный, какой отменяющий И имам Тахави там же собирает Те хадисы, которые якобы противоречат друг другу На этом мы остановились И мы бы хотели дальше продолжить этот урок Сравнение книг имама Тахави Рахматулла Али Рахматулла Али Труд И Также продолжим мнение имама Бадруддин аль-Айни Имам Бадруддин аль-Айни говорит А если какой-то человек заявит нам Что книги имама Тахави Не превосходят Те книги, которые мы приводили Не превосходят те книги, которые мы проводили По причинам Что среди них То есть среди передатчиков Есть слабые передатчики А также Что Иснат выпал То есть Цепочка хадиса Прерывается И так далее То этим людям мы ответим То есть Те люди, которые Начали говорить Оскорнять труд имама Тахави То мы им ответим И мы дадим им знать Что Труды имама Тахави Рахматулла Али Они лучше По некоторым По некоторым аспектам И мы дадим им ответ Что Те книги Которые они сказали Они еще больше наполнены Слабыми хадисами И даже наоборот Есть мнение ученых Что Эти книги То есть В этих книгах И встречаются Слабые хадисы И Есть те хадисы Которые в основе своей Даже не являются Хадисами То есть Такой ответ мы им дадим То есть даже Если вы говорите Что Труды Имама Тахави Рахматулла Али Слабые Что хадисы Там И снат И цепочка Прерывается И так далее То мы вам дадим Ответ Какой Что Тогда и в Тирмизи И в Муслим И Абу Дауд Насаи И так далее И в этих книгах Встречаются Хадисы Которые в основе Не являются Хадисами И даже Есть Среди них В этих сборниках Вымышленные Хадисы А что касается Слабых Хадисов Имам Бадрудин Аль Айни Говорит Их очень много Что касается Слабых Хадисов Их очень много Вот так вот Имам Бадрудин Аль Айни Сравнил Труд Имама Тахауи С большими Известными Сборниками Хадисов Такие как Мы сказали Тирмизи Абу Дауд Ибн Маджа Насаи И так далее Теперь Имам Бадрудин Аль Айни Сравнивает Книгу Имама Тахауи Маанил Атхар С другими Сборниками Хадисов А что касается Сборников Хадисов Дару Кудни Дарим Байха И тому Подобных То эти сборники Даже на шаг Не приблизятся Книгам Имама Тахауи И Они Даже до пояса Не дадут Не дойдут То есть Они даже до пояса Не дойдут Вот так Имам Бадрудин Аль Айни Сравнивает Труд Имама Тахауи И Дальше Имам Бадрудин Аль Айни Говорит О этих Книгах Которые Вот Сборников Хадисов Дарим Дару Кудни Байха И так Далее Что эти Книги Что даже Это не те Книги Которые Смогут Состязаться Которые Смогут Состязаться Это не те Книги Которые Смогут Состязаться И Даже Эти Книги Не смогут Быть Равными На весах Имам Бадрудин Аль Айни Говорит То есть Раньше Весы какие Были Камень То есть Гира Гиря И камень И они Как бы Сравнивались Но если Мы на весы Положим Те сборники Как Дару Кудни Дарим И подобные И тому подобных То они И положим Маан И Атар То они Даже Не смогут Сравниться Но к сожалению Эта книга На то время На тот Век Эта Эта книга Не позналась То есть Ее Превосходство Не позналось Людям То есть Многие Из людей Не познали Превосходство Этой книги Ликаунихи Канзан Махфиян Ва Маадиян Махбиян Из-за того Что это Потому что Эта книга Была Спрятанным Кладом А также Эта книга Является Полезным Ископаемым Как золото Например То есть Многие Ученые Имам Бадрудин Аль-Айни Говорит Не заметили Эту книгу Просто Не заметили Эту книгу Потому что Они Заняты Были Другими Книгами Другими Трудами На тот Момент Но По воле Всевышнего Аллаха Имам Бадрудин Аль-Айни Благодарит Всевышнего Аллаха Что Эта книга В дальнейшем Она появилась Она появилась На свет И многие Ученые Занялись Этой книгой И многие Ученые Начали Писать Комментарии Свои Комментарии К этой Книге И Занялись Перепечатыванием Этой книги И по воле Всевышнего Аллаха Книга Ма'ни Атар До нас Дошла Ва Код Роджаха Ибн Хазм Мусаннафа Тахави Аля Муата Ли Имами Малик И Также Мы хотели Здесь Также Мы приведем Мнение Ибн Хазма Рахматулла Али Ибн Хазм Говорит Он Посчитал Так То есть Роджаха Посчитал Так Что Книга Имама Тахави Ма'ни Атар Она Даже Превосходит Книгу Имама Малика Муата Это Мнение Ибн Хазм Приводит В книге Тадрибуль Рови Фи Танзихи Тадрибуль Наваби То есть В этой Книге Это Мнение Приводится В этой Книге Конечно Имам Ибн Хазм Говорит Что На первом Месте Стоит Конечно Сборник Хадисов Как Муслим Бухари Но Также Ибн Хазм В этой Книге Говорит Просто Он Говорит Что Книга Имама Тахави Она Лучше Чем Муата Которую Написал Имам Малик Рахматул Лохи Али 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 Занялись многие ученые разъяснением этой книги, а также многие ученые потом начали писать комментарии к этой книге. А также они начали писать примечания, разбирали цепочки каждого хадиса. Это очень важная книга, одна из очень важных книг, которую написал имам Бадруддин Аль-Айни. Это та книга, которая комментирует, делает шарх книги имама Тахави Маанил Атар. И эта книга Нухабуль Афкар, она несет в себе большую пользу, это большая книга. И это очень большая книга, которая несет в себе пользу с точки зрения науки и так далее. Очень большая книга. «Уахуа фи ثамани муджалля датин». Эта книга состоит из восьми томов. Вот такое мнение имам Бадруддин Аль-Айни о произведениях книг имама Тахави. В первой части мы рассказали биографии имама Тахави, у кого он учился, рассказали о его семье. Поэтому имам Тахави, нужно отметить, что имам Тахави это профильный ученый, который оставил нам много книг, особенно по Акиде. Имам Тахави написал книгу по Акиде. Мы знаем книгу Тахави. И к этой книге также были приписаны много комментариев от ученых, таких как имам Майдани, также ученого имама Аль-Бабирти и также имама Тарази, нашего ученого. Эти ученые написали комментарии к этой книге по Акиде. И также в области фиха у имама Тахави много книг. Это можно сказать Мухтасар, где имам Тахави собрал мнение всех ханафистских ученых, мнение имама Абу-Ханифа, также приписал свои комментарии к этой книге. И поэтому имам Тахави Рахматуллоги Алей, он универсальный ученый, который знал все масхабы, который был профессионалом во всех, не только в ханафистском масхабе, а также и во всех масхабах. Поэтому, уважаемые братья и сестры, мы должны знать биографию имама Тахави Рахматуллоги Алей от начала и до конца. Если у нас будет время, у вас будет время, почитайте биографию, знайте биографию, а также дай Всевышний Аллах на пути знания всем вам и нам облегчения, иншаллах. Если есть какие-то вопросы по поводу уроков, то пишите в комментариях, иншаллах, ответим на ваши вопросы. Ассаламу алейкум ва рахматуллоги ва баракату.